В служебную командировку на Северный Кавказ из Мурманской области отправились 40 полицейских. Пробудут они там полгода, после чего их сменят. Помимо родных и близких, провожали сводный отряд в неблизкий путь начальник УМВД России по Мурманской области и наши корреспонденты. В этом поезде Мурманск-Москва два хвостовых вагона необычные. Возле них стоят часовые с автоматами, внутрь заходят люди в погонах. А количество провожающих просто зашкаливает. Из Мурманска в Дагестан отправился сводный отряд полицейских заполярья. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал! По традиции на перроне перед поездом построение личного состава, в ходе которого к уезжающим на смену товарищам полицейским с напутствием обращается начальник УМВД России по Мурманской области. В Сулаке, где дислоцируется особо, у нас один из самых укрепленных мест дислокации. Речь Игоря Баталова в основном для родственников, отправляющихся в длительную командировку полицейских. Но люди все равно не могут сдержать слез. Разлука с близкими и родными сроком на полгода – тяжелое испытание не только для остающихся гражданских, но и для самих стражей порядка. Полицейский водитель Юрий Кривошлыков за шесть лет службы в полиции расстается с женой Натальей и двухмесячным сыном Константином на полгода впервые. Конечно, уезжать очень всегда немножко печально, конечно, и ребенок, и жена, и, конечно, все немного расстроены. Но я думаю, эти полгода пролетят быстро. Надеюсь на это, что все будет хорошо и вернемся так же, как и уезжаем. Будем все счастливы. Полгода пролетят незаметно, и все будем живы-здоровы. В этом же уверен и старший эшелона подполковник Сергей Паутов. Он сопровождает бойцов на место их дислокации, затем вернется обратно с теми полицейскими, кто свои полгода в Дагестане уже отслужил. Слава богу, без потерь, без замечаний. У них, в общем-то, неплохие результаты работы. То есть, они хорошего оставили о себе отзывы, ну, и от местного населения, ну, насколько я знаю. А на перроне точки прибытия сводный отряд опять встретит Игорь Баталов. Главный полицейский Мурманской области тоже отправляется в командировку. Правда, максимум на 10 дней. Его задача – отправить домой сменившихся стражей правопорядка и встретить этот эшелон, прибывающий им на смену. Возвращаются тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо, дай бог, и эти вернутся. Ну, я еще раз говорю, пост у нас, служба там понятна, это вопрос готовности, вопрос проведения тренировок, которые там по усилению на случай тревог, это ежедневные обязанности. Поэтому я думаю, что при ответственном отношении командира, значит, будет чем заняться по службе, тренироваться, быть готовым ко всяким рода, ко всякого рода различным ситуациям. Такие командировки у полицейских не редкость. Пост мурманчан находится на федеральной трассе. Среди задач – проверка автомобилей, обнаружение людей, находящихся в розыске, проверка соблюдения правил дорожного движения вместе с дагестанскими сотрудниками ГИБДД. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok